Слава Богу, братья и сестры! Смотря на пустые скамейки, мы прекрасно понимаем, что не всем сегодня получилось прийти в Дом Божий, но мы пришли и мы правильно сделали. По разным причинам у кого-то не получилось по состоянию здоровья, потому что болеет и, может быть, сейчас включает девайс, чтобы получить вот это живое Слово от Бога. Кто-то может быть за рулем где-то в Вайоминге на траке, везет груз и тоже подключается, чтобы услышать это Святое Слово, которое будет говориться. Разные причины. Кто-то просто, может быть, не поборствовал, но мы пришли, слава Богу, и мы будем молиться за них, потому что они наши братья и сестры. Они такие же, как мы, и, может быть, у нас не получится как-то в другой раз прийти в собрание, и они будут молиться за нас. Это нам надо делать, чтобы Дух Святой был с ними, кого надо научал, кого надо утешал, кого надо обличал, чтобы Бог их благословил, где они есть на сегодняшнее время, в этот час. Также благодарение Богу, что Он дает вот эту возможность слушать Его Святое Слово, что Он дает такую возможность исполняться Духом Святым, что мы в таком богообщении посредством Его благодати, возросшей в нас. И это очень большая тайна. Эта тайна, она сегодня для миллиардов людей очень большая тайна, но эту тайну открыл нам Бог. Слава Богу Ему за это. Потому что мы уверовали в Него, потому что Он живет в нашем сердце, и Он хочет нам открывать тайны, и у Него еще очень много тайн. Я буду читать местописание, послание к Галатам, 3 глава, 22 стишок. «Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа». Также следующий стих, числа 23 глава, 19 стишок. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Что это значит для нас? Что такое обетование? Это сегодня уже упоминалось в утренном служении. Это божественное обещание многих милостей верующим людям. Как бы попроще сказать нашим языком, это божественная гарантия, дана нам при определенных условиях. И эти условия должны быть такими, что мы веруем, что мы поклоняемся Иисусу Христу, и мы верим в Его святую кровь, которую Он пролил за каждого из нас. Что мы верим в Его истинность, верность, неизменность. В послании от Ивакова в 1 главе 17 стишком записано, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенний нисходит свыше от Отца Света, у которого нет изменений и ни тени перемен». Бог никогда не изменяется, и верность Его очень велика. И если мы будем наблюдать за путями своими и будем ходить правильно перед Ним, Он будет нам открывать свои тайны, которые у Него есть. В послании к Колоссянам в 1 главе 26 стишком записано, «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открою святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас». Упование славы, которое есть Христос в вас. Многие из нас сегодня могут сказать так, как сказал однажды апостол Павел, что уже не я живу, но живет во мне Христос. Сколько сегодня как бы и христианских общин, но они уже ушли в сторону, и враг сегодня пытается как бы любым способом отвести верующих людей от истинной веры, от истинного поклонения, от Божьей истины. И вот как-то пытается он вставить между нами и Богом каких-то посредников, и этих посредников очень много. Мы знаем очень много вероисповеданий православные и другие. И вот сейчас появляются разные христианские движения, где говорят, тебе не надо Библию читать, приходи ко мне, я буду молиться, и что мне Бог скажет, я передам тебе. То есть враг пытается посредством, может быть, каких-то икон, каких-то изображений, но сделать посредником между нами и Богом, чтобы отвратить нас от истинной веры. И вы знаете, что оно настолько сегодня распространено, что настолько усложняется, что человек, который неведом Духом Святым, который как бы младенец веры, очень легко может сбиться с этого пути. Поэтому, насколько важно нам сегодня максимально приложить усилий, чтобы иметь вот эти служения в наших церквях, детские и подростковые, и молодежные, иметь школы, чтобы наши братья и сестры, чтобы наши дети, они правильно стояли в истине, чтобы их было трудно увести, как бы, чтобы им было трудно, чтобы не искажалась вот эта истина, и вот простота Иисуса Христа, как записано в 2-м послании Коринфианам, в 11-й главе, 3-м стишком. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей не прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Давайте будем мудрыми. Давайте будем мудрее. Потому что сегодня очень много людей сильно любят углубляться в такие библейские истины, вот именно в тайны Господа. Вот скажем, возьмем пример тайна брака. Это действительно большая тайна, потому что два разных человека Бог сводит, делает одно, получается семья. И Бог дает четко, ясно инструкцию. Если вы хотите быть благословенными, муж должен делать вот это, жена должна делать вот это. Но вы посмотрите на сегодня, насколько враг исказил вот это таинство брака, насколько издевается над ним. И главное, люди пытаются не разобраться в той инструкции, что Бог говорит, но пытаются как-то вот глубже закопаться и вникнуть в ту тайну, как бы размышляя, какой силой это Господь делает. Но это не наше дело. Наше дело Бог четко открыл, просто ясно, как мы должны жить, чтобы мы имели благословение. И не только тайна брака, есть и другие. И когда верующие люди начинают сильно углубляться в это, то как результат они, вы видите, что сегодня творится с семьями, и мы можем встретить на христианских церквях радужные флаги. Вот это и есть та ошибка, которую делают люди, когда они пытаются как-то вот углубиться в Божьи тайны, которые им не положено знать. И они настолько запутываются, что выбраться очень трудно. Даже когда Иисус сказал, что о дне, в том и о части никто не знает, то же самое. Люди сегодня пытаются вычислить дату, когда Христос придет, и вот эти создают такие разные проблемы с себе и другим. Потому что Бог не хочет, и Бог четко и ясно сказал, что ни ваше время, вам не дано знать ни дня, ни часа. Но люди, как говорится в народе, запретный плод сладок. Люди пытаются, наоборот, вникнуть в это и доказать, что они что-то знают. Вы знаете, у Бога очень много тайн. И давайте порассуждаем немножко над самой такой обсуждаемой, над самой искаженной сегодня, чтобы увлечь Божий народ с истины. Это тайна о Вознесении Церкви, о воскресении мертвых. И это действительно очень большая тайна. Для неверующих это вообще как темный лес. А вы знаете, кто жил в лесу, знает, как легко заблудиться в лесу. Как легко можно ходить целый день вокруг какого-то одного пенька, и не найти выхода, не имеющий компас или не знающий направлений. Компас нас – это есть Иисус Христос, а направление – это святое Писание, которое мы, изучая, как бы разговаривая с Богом, мы никогда не заблудимся. Я буду читать первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 50 по 54 стишок. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетленье. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут, нетленны мы, и мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетленье, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетленное, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написано, поглощена смерть победою». Какое сильное обетование в этих стихах дано нам. И Дух Святой сегодня по-особому как-то зовет к нам, говорит об обетовании, говорит об этом. Мы утром слышали, как братья проповедовали об обетовании. Сестра стих рассказывала о том же. Поэтому Дух Святой что-то сегодня проговорить хочет моему и вашему сердцу. Из этого текста мы четко видим, что наша плоть взята из праха, она в прах и возвратится. Что такое тление? Это разложение, мы часто говорим, тлеющий огонь. Это разложение древесины посредством огня. Так и наша плоть, она, когда мы умираем, она просто идет в землю и как бы тлеет до тех пор, пока во мгновение ока... Что это значит во мгновение ока? Это очень быстро. В мгновение ока это доли секунды, и все меняется. И вот именно во мгновение ока, когда вот наша плоть, та, что там тлеет, подчинится Духу, она воскреснет нетленной. Что такое тление? То есть, что такое... Она подчинится Духу воскреснет нетленной. И мы, которые будем жить на земле, мы изменимся и обличемся в бессмертии. И что такое облечься? Облечься — это значит, что наше тело, оно не уничтожится. Оно просто примет другую форму существования. Оно как бы поменяет одежду. И как глупо думать сегодня, что Бог, который нам подарил физическое тело, не подарит нам, не даст нам того нового тела, о котором здесь написано. И апостол Павел, он очень так критически отзывается об этих людях, кто именно не верит в эту перемену. И в этой же главе, в 15 главе 36 стишком, он говорит, «Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое?» Мы все знаем, что такое рассада, особенно хозяйки, когда вот берешь семена и ложишь в нормальную почву, которую надо, и буквально через некоторое время прорастает уже не плод, а такой куст. Потом этот кустик пересаживаем в огороды, и на огороде уже вырастает прекрасный куст с классными плодами, скажем, помидорами. Вот наша жизнь, это и есть вот тут маленькое семя, которое рано или поздно, оно уйдет в почву, оно уйдет и будет тлеть до тех пор, пока не обличится в новое тело, когда Господь поменяет наши тела. В послании к филиппийцам в 3 главе 21 стишком говорится, «Который, то есть Бог, уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Это уже не будет то тело, которое ходило с учениками, это уже будет то тело, которое Иоанн увидел и пал, как мертвый перед Ним во славе. Также в 2 послании к Коринфянам 5 главе первым стишком написано, «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный». Я хочу подчеркнуть, что дом вечный, не какой-то временный, не какой-то определенный промежуток времени, но мы будем иметь жилище на небесах вечно. И тут очень важно понимать, что тут записано в предыдущем стишке, которым я читал, что силою, которую Он действует и покоряет себе все. вот эту силу часто люди пытаются как-то узнать, что за сила, как и на основании того, что нам не положено знать, люди углубляются и начинают делать очень много ошибок. Но у него есть сила, которую он делает вот это и сделает, и нам надо веровать в это, нам надо идти за ним, и нам надо быть твердыми. Ведь когда вот это все произойдет и в нашем новом небесном теле, подчиненном напрямую Духу, не будет уже никакой борьбы. Мы должны понимать, что исчезнут все враги, внутренние, внешние, упразднится любое человеческое качество, нам не надо будет никого не судить, ни за кем не рассуждать, не терпеть чего, не проявлять какие-то чувства. Вот это все уйдет. Вот это и есть победа над смертью. И в первом послании к Коринфянам 15 главе с 55 по 57 стишок записано «Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Мы видим здесь, как Дух Святой через апостола Павла насмехается над смертью, которая получила полное поражение от нашего Господа Иисуса Христа. Потому что Он пришедший, Сам Бог пришедший на землю, Он жил в плоти, Он жил на земле, и не было греха. И своей безгресной жизнью Он полностью победил смерть. И ни смерти, ни ад, не имели над ним никакой власти. Дорогой брат и сестра, нам надо понимать, что грех – это смертоносная сила, которая, врываючись в наше естество, она разделяет Божий Дух с нашей душой и телом. И она приводит за собой смерть. Смерть разделяет наше тело с душой и также губит нас для Царства Небесного. Это очень серьезные вещи. Я хочу прочитать ключевой стих нашего размышления. Это 15-я глава, 58-й стишок, 1-е послание Каримфиана. То есть, при этих всех обетованиях, которые дал нам Бог, каким и нам надо быть сегодня, чтобы нам не совершать ошибок, чтобы нам идти по той дороге, по которой нас ведет всемогущий Бог. 15-й, 15-й, Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нещетен пред Господом. Говорит ли нам здесь апостол, чтобы мы так просто сидели на лавочке, ничего не делали и ждали, пока вот нас прямо с церкви Бог заберет? Или, может быть, насмотревшись Ютубом и думаем, что еще не скоро вот эти времена сложные и мы можем еще пожить в свое удовольствие. Или можно найти себе такую удобную в кавычках церковь, где никто не требует членства, где никто никогда не спросит, почему ты не ходишь в собрание, что с тобой случилось. и люди ходят в такие церкви и как бы ведут теплый образ жизни и как бы тешат себя тем, что вот я все-таки хожу на богослужение, но не понимая, что они уже далеко-далеко уходят от Иисуса. Кто такие твердые духа? Потому что наоборот нам Писание говорит в этом стишке нам нельзя расслабляться, нам надо быть твердым и духом. Пророк Исаия говорит в 26 главе третьим стишком «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Твердые духом это те, которые всем сердцем веруют и доверяют Иисусу Христу. И Бог через таких людей очень много делает своей работы на земле, и через таких людей очень много производится добрых дел. Кто такие непоколебимые? Это стойкий, непреклонный, устойчивый, которого невозможно поколебать, которого не пугают никакие гонения или притеснения. то есть вы видите какое какие мы должны быть мы сегодня в это трудное время. Также мы должны преуспевать, то есть труд Божий. Мы не просто должны трудиться, но здесь в этом стишке написано мы должны трудиться и преуспевать. Преуспевать что значит? Добиваться, достигать значительных успехов и положительных результатов в деле Господнем, зная и понимая, что этот труд нужен Господу и зная и понимая, что этот труд он угоден Господу. И если мы будем стараться именно трудиться и преуспевать, у нас обязательно будет результат. Вы знаете, апостол Павел очень большой пример для нас. Еще в те времена он ждал восхищения и был готов каждую секунду, каждую минуту, чтобы измениться и принять новое тело. Так же и нам, друзья, сегодня надо жить. Потому что времена очень тяжкие и если мы чувствуем, что мы не готовы, вот каждое мгновение, каждую секунду, но мы не готовы расстаться с этой землей и нас что-то держит, нам надо предпринимать какие-то какие-то духовные вещи, потому что нам надо быть готовыми, нам надо или пообщаться, нам надо в первую очередь узнать, что нас держит, что нас не отпускает отсюда. Это очень важно. Мы должны быть готовы к восхищению и встрече с нашим Господом, Иисусом Христом в любое время. Да, Господь, Он не указал точной даты и сказал, что это не наше дело знать времена, знать дни и часы, но Он дал нам признаки, то есть и по этих признаках мы четко понимаем, в какое время мы живем, что мы живем в последнее время. И задумавшись, очень легко проверить себя, готовы ли мы или нет, или что-то нас держит, но Господне желание такое, чтобы нас ничего не держало в этом мире, чтобы никакие события, никакие соцсети, никакие люди, никакие бизнеса или работы не могли быть препятствием на пути к небу. Это очень важно понимать сегодня. Давайте, братья и сестры, помолимся, помолимся о наших братьях, которых сегодня нету. Помолимся, чтобы нам Бог больше и больше открывал тайны, чтобы мы могли двигаться вперед, чтобы мы могли быть вводимыми Духом Святым. Слава всемогущему Богу. Аминь. Требенцам. Требенцам. Продолжение следует...